всем привет дорогие друзья с вами снова я overworld и вы на канале овергейминг и сегодня мы продолжаем игра замечательная группа названием транспорт февер 2 и сегодня у нас думаю что по рюшке сна было все понятно сегодня у нас оптимизация грузовых линий как же вы давно ими не занимались вот как построили так она у нас и было разве что у нас были некоторые обновления связанные с вот такими красивыми хопперами ну и собственно больше ничего мы не делали с нашими грузовыми линиями не просто доставляли грузы в наши города и и все и как бы мы не занимались никак не оптимизировали его как создали так она и как бы и осталось поработает и хорошо но и наконец-таки пришло время когда нам нужно их основательно переделывать да нам нужно будет их оптимизировать и думаю что естественно начнем мы наверное самого так скажем конца нашей карты это у нас получается нефть нефть у нас доставляется из вот таких вот четырех скважин на одну железнодорожную станцию которая у нас переполнена на которой находится уже триста пятьдесят четыре там пишет восклицательный знак а пояс который доставляет не только-только прибыл сюда то есть нам во первых нужно его удлинить так у него просто не хватит места когда он приедет назад а во вторых нам нужно добавить второй пояс так как у нас только как бы в одну сторону приехал а там уже накопилось 350 и собственно нам нужен второй пояс именно для этого мы сейчас вот и проложим здесь вторую ветку скоро здесь особо важно не будет так что в принципе 130 максималку можно оставить и как скорее всего вторым поясом мы запустим 2 с 5 так у нас его еще не было на карте и собственно вот он едет максималка вроде 120 ему собственно скорость больше 130 точнее скорость 130 ограничением схватит с головой и готово все проложен нас второй путь к этой линии замечательной дальше нам нужно построить самый депо для этого мы его просто разместим примерно вот здесь таким очень легким образом и подсоединим к этой ветке все готово так она же сюда прибывает как бы пояс ну да в принципе все как бы адекватно теперь нам нужно разместить симафоры или светофоры мне кажется правильно все таки называть светофор как мне подсказывали в комментариях и сейчас правильнее будет называть их светофорами и и собственно мы их размещаем примерно вот здесь вот на въездах на станции вот тут прямо на мосту думаю будет тоже очень хорошо конечно наверно он будет перекрывать переезд пусть он будет также еще и удлиненный ну да и ладно как бы мы живем в россии поэтому ну да и ладно и собственно размещаем вторую как бы линию для этого нам нужно кстати придется развернуть 3т 10 м но мы запустим 2 с 5 собственно сколько у нас здесь вагонов давайте посмотрим если у нас находится 16 вагонов не хочу конечно вас расстраивать поезд но вам придется ездить немножечко как бы помедленнее так как вам понадобится еще где-то 4 штуки и собственно в 16 17 18 19 20 21 22 23 24 отлично изменяем и добавляем техобслуживание и все у нас теперь о этот состав на 24 вагона ну и для таг но также для того чтобы он как бы еще больше разгрузился мы добавим электровоз 2 с 5 и рядом с ним еще 24 вагонов грузовых вагонов бочек цистерн 1 2 3 4 5 6 22 23 24 отлично покупаем этот состав замечательно на 24 вагона делаем у тех обслуживание и запускаем на какую-то там ветку я не знаю честно на какую вот таким образом нужно будет ее найти надеюсь как бы не сильно далеко будет ветка это 37 нет 16 не думаю крышать еще давайте лучше построим про посмотрим просто вот здесь учу это за линия это не то это та линия 47 и теперь здесь вот ищем линию 47 вот она вот она и запускаем ее собственно вот туда и так выезжай красавчик давай мы тебя ждем как бы конечно у него кабина очень максимально похоже на получается на fp20 да просто как бы если чуточку укрощенный но имеет как бы вторую секцию с кабиной задней и вот так вот у нас красивенько выезжает мощный красивый так вот смотрите чё хотел еще посмотреть как он там справлять транспортным средством управление транспортным средством какого фига ты не нажимаешься а так сюда еще какой-то поезд о какой красивый звук был он издал так по 432 вместимости отлично так смотрим что здесь хорошо а у этого у этого чё у нас этого посредственно кстати 3d 10 тем немножечко послабее будет чем у нас получается 2s 5 2s 5 будет поселить кешлан электровоз как будем естественно больше лошадиных сил даже чем у 3 точнее 3d 10 м по все правильно что же мы продал и продолжаем искать следующую как бы жертву наших улучшений с каменной линии у нас все хорошо здесь он даже как бы наполняется почти впритык все идеально угадана вот здесь у нас чё доставка коробок она у нас никогда не было перезагружены так как ну блин куда перегружаться коробка мы здесь тоже можем наблюдать что ничего у нас здесь не перегружена и собственно здесь да хотя знаете чё а здесь как бы пластика места нету чё у нас там по пластику производству где там он вот здесь вот он не перегруз по пластику есть конечно небольшой думаю что как бы на самом деле можно что-то типа добавить еще к нему вагончиков вот таких вот крытых вагонов не так у него как бы так состояние хорошо конечно блин лучше было бы сделать здесь кто-то другой электровоз точнее тепловоз может даже кстати электровоз но как бы у нас и так 2 т 25 а очень мало так что оставим пока что его тут на здесь вот лежит 10 вагонов 6 таких и думаю что в принципе еще штуки 4 укрытых вагонов мы сможем добавить 1 2 3 4 отлично все и он у нас как бы теперь чуть-чуточку удлиненный вот такой вот красивенький собственно теперь он будет у нас здесь без проблем кататься далее у нас как бы здесь доставка коробок я вообще не буду не вопрошив внимания к ней так максимально чуть-чуть доставляют и ну и как бы знаете чё к может даже какой-то ошибкой было добавлять здесь все чисто один пояс который будет очень долго все тащить а может как бы все это делать побыстрее так чтобы ли ну вот даже не знаю как бы конечно он медленный но с другой стороны расстояние здесь не очень с другой стороны наоборот нужно типа ускорение нам сделать больше даже не знаю что с этим делать ладно пока оставим эту небольшую такую проблемку не оставленный можно так сказать так у нас здесь 37 загруженный собственно здесь нету никакого перегруза вот здесь перегруза тоже нет это хорошо на хлебной линии у нас здесь как бы у вэлла перегруза нету он здесь идеально полностью наполняется кстати по они он трехсекционный я уж испугался же есть двухсекционный бедный таскается с этим вот гигантским составом я уже за него испугался не надо так так ну собственно он справляется абсолютно более чем со своими обязанностями его можно не трогать если у нас катится фрейд сероса как кстати с которым мы так и не разобрались вот здесь вот так как она здесь что-то очень много места занимает ну да и ладно как бы она очень сильно вылазит просто блин мы столько всего сделали титаник только сюда продвинулся вот у нас проносится вот так вот красиво на скорости это наверное вот уже 180 почти 190 км в час интера сити 225 что нас там дальше еще идет по грузам удействие у нас есть как бы доставка еще вот этих вот нефти доставка нефти и что то здесь у нас как бы все плоховато нам нужно где-нибудь вот здесь вот они тут нету нам нужно вот здесь вот вот тут вот они блин на трамвайное депо нам нужно это самое дорожное депо как бы найти а Ну, вроде нашел Ишим Дорожное Депо Как бы это давно-давно у Чернигов и даже Киевом успел быть Но до сих пор Дорожное Депо у нас Ишимовское И, собственно, давайте мы здесь Выберем бочки Маны, танк N Что у нас здесь? У тебя вместимость, что ли, больше какая-то? Ну, блин, на любом случае надо нефть доставлять А что тут у нас? Тут просто Ага, вот еще прикол А нам нужны обычные бочки Нам нужно вот так вот купить штук 6, наверное Вот так Покупаем 6 штук, делаем техобслуживание Закрываем и смотрим Что это за линия вообще такая 118 И запускаем эти вот дорогие манчики На 118 линию Где она там? И вот она Кстати, она почти в самом низу А почему-то она почти в самом низу Блин, не туда, ну ладно, короче Это не важно, почему в самом низу Вообще-то нас колышить не должно Но, итак, с этим мы тоже чуточку подразобрались Как бы здесь не так очень мало доставляют Корабли абсолютно со всеми справляются Доставляют вот сюда А потом отсюда вот эти вот скани Доставляют в Таганроге Вот это, собственно, этот Получается нефтеперерабатывающий завод Все, они молодцы Со всеми справляются Красавчики, я их поздравляю Ну, собственно, что у нас там дальше еще есть Как бы доставка производится Абсолютно хорошо Что у нас, кстати, по дереву? А по дереву у нас тут перегруза никакого А подождите! А тут уже как бы вопросики возникают Как бы впритык Впритык А нам нельзя, чтобы было впритык Надо, чтобы все нормально было, правильно? Чтобы мы 100% знали, что он В любом случае все увезет Поэтому мы добавляем Раз, два, три, четыре Конечно, это и пусть, конечно, это и 3М62 3М62У, надеюсь 3М62У, отлично Собственно, значит, он немножко помощнее должен быть И, собственно, теперь он вот катается С вот таким вот невероятно длинным Хотя, ладно, насколько он невероятно длинный? Как бы в реальной жизни существуют составы на 100 и больше вагонов Думаю, что, естественно, вы все об этом знаете А мы тут удивляемся каким-то там 24 или сколько там у него вагонов Давайте посмотрим, кстати 20 вагонов всего лишь У нас даже тут есть составы побольше Так что нечему тут удивляться Ну что ж, что у нас там дальше идет? Дальше у нас, по-моему, хотя, блин, вот это вот вообще самое сложное, что только может быть У нас как бы здесь доставка углекамня А углекамень, подождите Вот мы нашли нашу, как бы, нашу самую главную проблему Углекамень не доставляется Вместимость 200 там с хером 250 А тут уже 500 лежит Нам нужен явно второй поезд Это 100% Ставим, значит, начинаем здесь, значит, строить второй путь Начнем где-нибудь, наверное, отсюда Это то, чтобы у нас, как бы, еще запас по пути был для поезда Который может быть немножечко превышать Саму длину платформы Что-то я начал заговариваться уже Это нехорошо И так, собственно, линия была не особо длинной Не особо такой значительной, можно даже так сказать Хотя значительной она будет очень Итак, смотрите, мы ставим, наверное, вот отсюда Да, вот, чтобы было 130, как минимум Идеально, точнее, 120 Потому что нам, как бы, нужно... Что здесь... Так, давай, проходи автосохранение И так, еще ты Ты поедешь у нас куда? Он вправо поедет Молодец, красавчик И теперь нам нужно здесь еще и светофоры расставить Так, первый у нас будет стоять где-нибудь вот здесь вот так А второй будет где-нибудь вот здесь вот так стоять Все, поставили Отлично И теперь мы должны здесь построить депо А также, кстати, удлинить, естественно, этот поезд тоже Так как, ну, блин, нам надо, как бы, удлинять их Подождите, знаете, что? Я еще хочу посмотреть Можно ли там хопперы поставить? Если можно хопперы поставить, то я вообще их долго буду очень ставить Потому что у меня всегда очень долго и очень много времени занимает перемешивание всех вагонов Чтобы все выглядело красиво Это очень долго и заморочно Ну, ничего страшного, мы можем Можем себе позволить Нет, 44, сразу же запоминаем 44-я линия Главное, не забыть И, естественно, добавляем у нас, как бы, самые последние слова техники 2С5 Также грузы И теперь мы, как бы, посмотрим, что у нас там по хопперам Этот может возить только зерно Этот только камень Этот камень и зерно Этот камень и зерно По-моему, здесь уголь может вообще возить, только там какой-то мелкий Типа, вот, вот, уголь может возить Но, блин, он 32-го года производства Нам такой не нужен Он слишком старый Срок эксплуатации какой у него? 40 лет! У него вот уже, блин, дохрена лет, как уже истек срок эксплуатации Так что нам подойдет только лишь вот этот полувагон Тобто, давайте, давайте я его, как бы, составлю этот состав и вернусь Ну что ж, и запускаем его на линию 44 Итак, вот она и запускаем Отлично, пусть он выезжает Отпускаем время и смотрим на то, как красивенько выезжает этот замечательный 2С5 Так, закрывается шлагбаум переезда Потому что выезжает вот такая вот красивая махина Современная махина Выезжай, пожалуйста Итак, вот, собственно, состав аж на 20 вагонов Думаю, что, как бы, двух поездов на состав 20 вагонов будет более чем достаточно Мне, как бы, блин, мне лень перемешивать вот это вот все дело Как бы, сколько у него, кстати, вагонов? У него 14 вагонов, поэтому, знаете, что мы сделаем? Мы этот поезд продадим Да Извини, извини, пожалуйста Этот мы дублируем И поезд у нас, получается, что у нас? 35-й Ну, что у нас? Да, у него нет техобслуживания Поэтому, как бы, мы Ему просто делаем таким вот очень легким образом замену Собственно, как бы, вот, электричество сюда мне нужно И здесь вот найти у нас 3ВЛ-80С Думаю, что добавим, как бы, мы вот этот вот И, блин, он сам в конце заспалился Ладно, я его перемещу вперед и вернусь Готово Теперь у нас есть вот такой вот F2 ES5 Который только что погудел Или что-то там он сделал По сигналю Правильнее будет сказать Думаю, что, как бы, вы меня уже начали Хотя, блин, никто меня хейтить не будет в комментариях Так как вам будет просто, скорее всего, лень Такого мелкому ютуберу, как я Писать комментарии под этим замечательным роликом И, собственно, вот у нас, как бы, выезжает этот поезд А там уже, как бы, скрывается такой сюрпризик в виде ВЛ-80С С почти что таким же составом Как бы зеленые, как бы, цвета вагонов в таком же количестве Просто немножко в другом порядке Но сам размер такой же 20 вагонов И думаю, что это нам, наконец-таки, будет достаточно Для того, чтобы доставлять уголь и железо На замечательный завод по производству стали Точнее, сталитейный завод Думаю, вот так будет еще даже еще правильнее сказать И, блин, что-то у нас очень плохо как-то доставляется Как бы, вот этот вот материал замечательный И что у нас тут? У нас даже... Хотя нет, у нас только один поезд его доставляет Только этот Печально Абина доставлена, ну ладно Хотя, блин, ни хрена не у... Ни хрена не ну ладно Нам нужно больше, больше нефти Итак, он уже доставляет 2С5 уже доставил Как бы, он уже хреначит почти что 120 Этот, мне кажется, этот... Хотя нет Да, я же, как я и хотел сказать Он этот даже 110 не развил Этот уже хреначит 120 Ну, собственно, ей видна явная разница Между тепловозами и электровозами Угу Итак, что у нас там дальше? Дальше у нас как бы... Ну, здесь, думаю, что и так проблем не должно быть С камнем мы уже смотрели Проблем не было и нету И вряд ли будут Далее у нас доставка... Что это у нас тут? Топлива Доставка топлива у нас идет тоже замечательным образом Что ты у нас доставляешь? Что у нас доставляешь? Доски Доски у нас производятся вот где-то... Подожди, что ты... Где ты доставляешь? Подожди, куда ты вообще едешь? Он едет... Ага, он вообще сюда едет Господи, как это далеко И, походу, для него, скорее всего, здесь лежат и досочки И еще у нас у тебя там подвестимости у него... Хватит, хватит Он полностью справится со своей обязанностью по вместимости Итак О, кстати, редкость УП У нас вообще, по-моему, единственный УП-шный М62 ходит здесь И доставляет две коробочки В Чернигов Вот таким вот, как бы, он такой хренью страдает Ммм... Ну, ладно Вообще, по идее, все это производство Делается для того, чтобы расширять города А у нас вот такие вот по два товарчика доставляются Ну, как-то так себе Ну, такое Хе, ну ладно Как бы, ну... Пусть хотя бы доставляется, как бы Блин, аж только что вот в начале серии я говорил Нам нужно сделать так, чтобы не хотя бы доставлялось А доставлялось так, чтобы доставлялось А в итоге я уже под конец серии говорю Главное, что хотя бы доставляется Итак, ты вообще, как я понял, тебе вообще покер. Ну, логично, потому что ты едешь в дубы, но они сюда. И ты, как бы, отсюда забрал 7 коробочек, аж ничего себе. Молодец. Ты у нас, да, слава богу, ничего не забрал, а то я знаю их привычки. Они могут ещё, блин, сюда подъехать, забрать все коробки, их 10 раз туда-сюда потаскать, а потом выгрузить сюда. Так что не надо мне тут никаких фокусов таких вот строить. Итак, ну, с кирпичами у нас всё вроде нормально. Камень хорошо доставляется, а по доставке кирпичей вопросов не должно быть. Ну, собственно, думаю, что, как бы, на этом мы, наверное, можем сегодняшнюю серию заканчивать. У нас такая была довольно-таки техническая серия получилась. Ну, и, как бы, нам нужно найти, естественно, главную такую звезду сегодняшнего видео. Это 2S5, который мы сегодня аж два раза добавили. Ну, и, как бы, собственно, на этом всё. На этом наш видеоролик сегодняшний заканчивается. Скоро, кстати, я вот сделаю вам небольшой такой спойлер. Для тех, кто специально досмотрел этот ролик до конца, так я знаю, что, скорее всего, вряд ли много кто досмотрел этот ролик. Топчи, мои ролики до конца. Поэтому только в конце будет небольшой спойлер такой вот. Скоро будет запущен новый сезон по Транспортфильвер 2. Также новый сезон по какой-то новой игре, по которой вы узнаете чуточку позже. Также должна добавиться ещё какая-то новая игра на канал, которая должен будут тоже скоро начать снимать. Также ещё один хороший такой спойлер. Скорее всего, 8 декабря будет стрим. Первый стрим на канале. Должен быть именно на годовщину канала. Думаю, что многие, по крайней мере, некоторые помнят, что у нас, как бы, моё видео вышло с моим коллаборацией с моим другом Серёгой. Там, где самая пародия на мем летний прошлого года. Это Вайт Путин. Думаю, что многие из вас его знают. Собственно, можете, кстати, посмотреть, кто хочет, в самом конце канала. Если же, можете, типа, выбрать фильтр, самое популярное видео. И там вот у нас он, как бы, где-то на пятом месте высветится. Так как он набрал, типа, 150 с чем-то просмотров. Ну, собственно, такие вот спойлеры. Будет 8 декабря стрим. И скоро будет новый летсплей по ТФ2, летсплей по новой игре и съёмка новой игры. Собственно, вот так у нас получается. И на этом мы точно сегодняшний ролик будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Завайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну, а всем вам я желаю удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok